вы наверняка читали мой пост про хиджабы обидел ли вас мой пост вы же первые затронуты наши сердца аллах тум козырнда какая-то искра появилась это все же милость всевышнего то есть человек должен приходить к исламу покрытию по любви по вере мы сможем были в плохих отношениях самая больная беременность это когда не запретили видеть старшего сына я была не в контакте с собой не знала что такое эмоциональный интеллект вы помните когда вы вышли первый раз в инстаграм в платке и начали говорить о сексе был хейт очень острое среагировал мой отец мы полтора года не общались то есть вы пришли профессии сексолог через свою боль в нашей ментальности как-то об этом не принято было говорить это то же самое сега стронтеролог будет говорить про желудок эротизирует те у кого есть напряженные отношения потому что я это делаю с намерением просвещения выдох вот что значит интимная гимнастика начало кто вас изменил интересный вопрос алина вы наверняка читали мой пост про хиджабы мне вот интересно ваше мнение ваша реакция только честно как вы отреагировали обидел ли вас мой пост нет не обидел но возможно были какие-то вопросы вы спрашиваете зачем арабизировать мы же казахстан казахи как бы не арабы же зачем это черный надевать можно же по-другому и потом подумала блин динар вы же первое затрону тему то есть зачем арабизировать в то время когда сама не казахскому казахском национальном платье возможно поэтому был вот этот вот негативный шквал я думаю что этот пост он был не только про негатив да там про поддержку меня тоже было в поддержку меня более 60 тысяч лайков и наверное это просто спасу мой пост послужил триггером потому что мы наблюдаем уже живем по стане в алмате там в караганде и в шенкенте и мы видим как молодые казашки не только молодые до разного возраста женщины в какой-то момент начинают переодеваться и раньше мы просто этого не видели тем более это очень заметно в инстаграм когда одна певица вторая певица визажист потом второй визажист потом инстадива потом еще и другая девушка с инстаграма да и это мне напомнило какой-то флешмоб это становится трендом что становится модно покрыться и прям со следующего дня вещать об исламе я знаете больше чему удивилась я согласна с вами что каждый человек вправе сам выбирать да как ему одеваться потому что это речь идет об одежде по большому счету и мы же не спрашиваем нам сегодня джинсы надеть или там платье д но дело в другом я переживаю за будущее нашей страны и именно в частности за будущее своей дочери чтобы завтра она могла заниматься там наукой до бизнесом делать карьеру может быть на госслужбе или быть балериной да есть самой принимать решение я про права казахских женщин чтобы мы сами себя не ограничили и второе меня больше наверное вот волновал вопрос почему мой пост задел многих покрытых казашек но при этом вас не задевает что условно вчера девушка тусила нам и биться в монако да с глубоким декольте и непонятным происхождением денег честно говоря да но на следующий день она покрылась и начинает учить нас исламу смотрите на вообще наши сердца аллах тун козурнда то есть даже если весь мир захочет что кто-то там покрылся или в нём какой-то иман появился если всевышний не пожелает этого этого не случится то есть если вдруг у кого-то там какая-то искра появилась это это все же милость всевышнего то есть вот тут я не могу осуждать вот сегодня такая была завтра тут уже то есть вчера ты такая сегодня ты такая то есть есть она дело кто-то вот одел это вот ее выбор ее внутреннее состояние возможно какое-то другое одежду да да конечно если человек переоделся условно если завтра тоже покройся тоже не говорит о том что я пятикратно читаю намаз да там особенно утренние намаз даже если вдруг это чуть не читает это опять-таки выбор этого человека потому что в исламе очень четко описывается что нельзя осуждать людей потому что даже есть хатисы если я не религиозный догмат и просто скажу от того что с того что помню если мы будем осуждать кого-то за какие-то его действия а если человек человек покаялся за это допустим то мы не умрем пока не сделаем то же самое то есть это даже немножко страшно и поэтому вообще практикующие мусульмане и которые вот постоянно в познании себя всевышнего они понимают что осуждать абсолютно никого нельзя поэтому не осуждайте меня за мой пост поэтому я я журналист я задаю вопросы это флешмоб этот тренд или же что происходит или это пропаганда до ислама или мы хотим стать исламским государством вы же говорите что у вас есть страх ну вот что будет арабизация что женщины будут перестанут развиваться до нигазы ислам не запрещает развиваться то есть нет такого что вот если ты в хиджабе если ты допустим там девушка в хиджабе не может сниматься в кино например она не может певицей быть певицей да не может быть но насчет фильма я не знаю там уже это нужно спрашивать у муфти но есть ограничение да вот этого точно не знаю потому что допустим я являюсь психологом сексологом и я вещаю и я это делаю не того чтобы там не знаю показывают свою красоту или еще что то потому что я это делаю и состояние с намерением просвещения а вы сначала стали сексологом психологом или сначала по покрылись сначала покрылись сколько вам было лет у нас семья была не была религиозной это где-то двухтысячные года и а я занималась танцами то есть хореография я ходил на сольфежи на фортепиано там брат то есть ну была обычным ребенком в общем у вас были включены родители да у меня были лучше причина родители кстати я училась в школе жене у бакирова в алмате и когда мне папа говорит козом узнаешь вот нужно намаз читать на может читают только бабушки а мне тогда было лет двенадцать вот так вот хотя семья была у вас не религиозно папа просто познакомился с одним человеком с имамом и он его научил суре аль-фатиха и их лассу рис не летит вот нам рассказывал то есть он не навязывал ничего у меня была у меня есть сестренка младше меня она родилась и родители няни наняли нянью которая была покрыта в те времена покрытые девушки у меня за 2002 год покрытых девушек почти не было я вот смотрю думаю она вот так вот покрытых евро у тебя волосы есть она беда как-то она мужчин же не было дома на сняла поток я сижу они такие крашеные красивые волосы и брата чего еще волосы красишь то есть я думаю что если женщина девушка в хиджабе то она знаете такая забитая закрытая то есть это мое было мнение тогда у 12-летней алины и потом мы с ней часто разговаривали она не рассказывала про истории с коран и того то истории с моисеем это же интересно как сказка секунда и вот у меня у самой появился интерес и как-то я сидела я очень любила читать книги и прочитала одну фразу где говорится а так а откуда ты знаешь сколько ты еще будешь жить ну то есть никто же не знает а вдруг ты через час тебя не станет и тогда я подумала блин ну то есть я понимаю что есть какие-то обязательства какие-то какая-то ответственность и у меня вот изнутри появилась вот эта вот любовь к этому интерес интерес который переросло в любовь на летние каникулы бабушка с дедушкой отдавали меня в этот медресе 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 богу она просто мы учились читать коран и сугази я прям с таким с такой любовью одевала платочек завязывала вот это вот длинный одеяне для меня это знаете как королевы шлейф по ладовой то есть мне это нравилось мама вот это против что ты еще молодая кандэ платок саган а сколько вам было лет мне тогда лет было уже 14 15 вот так вот мне это очень нравилось я прям чувствую знаете такую заботу как будто бы поток это как будто моя корона так вот я очень хотела поступить учиться в эмиратах я кстати закончила школу поступила университете в шажа на профессию аудитора и там же сразу покрылись вот закончила школу сразу покрылась если мне позволили еще раньше покрыться то есть родители был ли получается против нет не совсем против в школе не разрешалось называть то есть вы покрылись получается после окончания школы да я покрылась сразу достаточно рано это знаете да я закончила школу 17 лет а если бы у вас дома не было ни они покрытой как вы думаете вы бы пришли в ислам все-таки это очень сильно влияет до среда выдавается даже я не задавалась этим вопросом но окружение очень сильно влияет также как на вашу папу повлиял и манда и будет смотрите я вам скажу опять таки вот это вот это ну мое мнение то что я у меня вот искра появилась этот любовь к словам к исламу это все-таки милость всевышнего они окружении потому что у меня в окружении было очень много разных людей то есть я же не ушла куда-то туда у меня были очень разные подруги допустим в эмиратах я думаю вам было несложно уже да потому что там все покрыты и вы приехали в исламское государство да я там одевал конечно черного бою удобно там проснулась быстренько оделась сверху над делом оба и побежал на учебу с одной стороны мне кажется это удобно ждать вам плане что тебе не надо париться по поводу причем макияж в исламе макияж разрешен вот я раньше не красилась но в арабских странах все девочки красятся они то нам учили меня краситься причем у них может быть хиджаб такая паранджа да и ты видишь не как ты видишь только глаза но ты видишь такие роскошные ресницы и стрелочки ну да стрелочки да да и там вы встретили своего супруга первым супругом они тоже из казахстана но они переехали то еще когда он учился в пятом классе у него очень был итальянец была интересная семья родился ребенок мы старше мой первенец родился в эмиратах потом когда мы переехали обратно в казахстан супруг начал меняться не лучшую сторону я приняла решение разводиться родители меня поддержали то есть не говорили о я там как мы там в родственникам глаза будем смотреть потому что вышла замуж и достаточно рано 18 лет были моменты что я чувствовала себя знаете обделенные молодая с ребенком разведенные и знаете я еще сама с юга и то что вот мне внушили что вот нужно раз и навсегда а есть разведена тоже капец ты уже то бы ты уже никому не нужно да 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 никому не нужны и возможно ты обуза твой ребенок обуза и возможно ты там можешь стать чей-то только второй женой девяти куда а вы готовы были нет конечно и тогда родители помогали мне мы перевели мои эти предметы в кимэп я продолжила учебу в кимэп я достаточно хорошо учились и как там мы с сыном он еще только не только начал ходить лиц полос порой найти до давал мате и там вот идет идет пара мужчина и женщина и мой сын подходит к этому мужчине вот так вот на руки просится он поднимает играются я понимаю сыну нужен надеться да а я то есть я вроде бы все делаю мы с ним постоянно ездили там у кто беги там был бесконтактный зоопарк контактный зоопарк кормили кроликов то есть постоянно вместе постоянно развивала его я понимаю блин отца то нет и начала просить всевышний валахом даме классного мужа который не врет не курит не пьет ну такое чтоб набожный был чтоб такой честный был и знакомить своим старым супругом мы с ним тоже интересно познакомились мы познакомились с ним в интернете в моем мире он не спрашивает а он мне пишет рад знакомства я ему отвечаю митю видимо спешила а потом потом на английском спрашивают а вы в отношениях а я ему прочит я не знаю почему сразу ответила нет но я была замужем и у меня есть ребенок разведена потом вот такой вот смс написал сообщение это нормально то есть если у вас есть намерение давайте встретимся с родителями и мы всего лишь не встретились пару раз да мы поздно то есть родители познакомились они засватали то есть ничего не скрывалась мин бас нам у затт со стороны жениха устроили огромную свадьбу это через где-то два года после вашей свадьбы 1 это через два года нет через вас может три года на три года я думала блин классно вот теперь я вот знаю значимость мужчины потому что мне было очень одиноко да я себя чувствовал немножко обделенный и думаю вот все вот теперь я заживусь счастлива и вот моя ошибка была что я искала счастье где-то в другом в ком-то но не в себе и самое ужасное знаете динара у меня было вот это вот и не знаю наверно у многих девушек это есть линия же уже был удивен и знаете и что может то свекровка они начали мне это знаете подтверждать что я уже не то что у вас уже есть кейс до что предыдущий там да допустим быть такие моменты когда вы допустим чай наливаю свекровка говорит мужу балам вот как ты мог жениться на чужом остатке ну это было очень-очень больно до очереди кузне не то что жестко будто вот ханахат не дай бог это было так обидно это было так и а я нам уже смотрю скажи что нибудь защиту а он такой знаете как будто бы этот подтверждает слова мамы такой я думала блин хочу делать теперь разводиться во второй раз не получает и не получится а самую больно и обильно дина это знаете что было это когда мы запретили видеть старшего сына то есть он не жил с вами нет он не жил со мной это было ужасно это было болезненно а почему не жил с вами потому что знаете мне сказали пока сама узел сын а потом уже от кремль до свадьбы не было такого уговора и вот тут я хотела знаете уйти потом подумала блин они свадьбу сыграли родители у за ту сделали а как я сейчас пойду и снова разведусь и опять таки вот это чужое мнение социум повлиял то что я как бы терпела вот это сколько вы жили без сына до пятого класса до пятого класса но ваш сын значит называет вас мамой да да конечно он знает что я его мама он воспитывался у ваших родителей получается родители да я себя успокаивала тем что блин ему ни в чем не отказывают он там постоянно летает в эмираты учится в лучших школах ну конечно было очень больно потом менте когда он пошел во второй класс ведь вы выходили замуж как раз вы сказали о том что вы хотели сыну отца да в итоге он и мамы дошелся да да это конечно моя незрелость что я это терпела что я на это закрывала глаза согласились согласились до согласились был такой момент когда учитель сына звонит говорит алина у вашего сына такие проблемы что он заикается заикается и когда он выходит там что-то говорить он не может говорить он очень умный старательный но не может говорить я понимаю что проблему где-то вот вот в этом были страшные чувства вины чувство вины она же прожирает сильно изнутри на этом фоне у нас были бесконечные ссоры с мужем бесконечные ссоры я обиду да наверное беда претензия вот ты вот на мне женился ты мне говорил вроде про другое а почему вот так вот тогда лучше давай разведем сидим а у вас уже были дети были моменты когда я уходила домой родителям супа зипа поэтому если у тебя плохие отношения с мужем вообще про контрацептивы знаешь тебе было очень неудобно и стыдно от отца от отца такое слышать но не знаю почему хотя был спираль я беременела но это тоже не устала потому что сейчас свои дети очень мы сможем были в плохих отношениях и не говорила давай более кто у нас потому что если мы мы не могу ужиться больно и тяжко потому что вечно вот эти вот подколки буллинги ждал мы когда мне говорил слушай алин я лучше чтобы разведусь чем вообще я оставлю свою маму то есть это опять-таки признак не сепарированности сына от матери он мне говорил ты меня не вдохновляешь на там на стихи а он что писатель не то есть писатель он как-то я убиралась дома и увидела его дневники дневник где он свои возлюбленные писал такие шикарные стихи я говорю а что ты мне не пишешь ну почему я без стихов он говорит ты меня не вдохновляешь ты не такая женственная ну иначе говоря ты вышла замуж за меня не девственницей это было ужасно знаете удар ниже пояса это было так обидно это получается он просто постоянно подтверждал моё в мой внутренний дефицит узнал ахтан сраем аллахом блин сделаем на девственницей просто и вот на этом фоне я узнала про интимную гимнастику как только я начала со своим телом работать начала чувствовать что у меня самоценность поднимается и параллельно муж начал ко мне по-другому относиться по-другому относиться и мы в улегших так начали отдельно жить и тогда я сказала все то есть у меня появилась внутренняя опора самоценность я сказала мужу все улумдал пкелем то есть согласен ты или не согласен в любом случае от сына забираем потому что это зубом так я понимаю ты хочешь ты ищешь довольствие своей матери амрой под ее ногами но не через мою жертву и через моего сына она надо разлом чейк бардин и вот и по милости аллаха мы сына взяли к себе и с тех пор мы вместе живем а ваш супруг тоже в исламе да он тоже выслали и он тоже был в исламе когда он тоже было можно сказать что ваша фотография что вы покрыта на него повлияло на его решение делать вам предложение да он оказывается искал именно такую чтобы она была покрыта а хотя он сам закончил к быту на красный диплом шотландии обучился он сам по профессии является нефтяником там кстати это самый крутой вуз по моему где обучают нефтяников шотландии выберите не да 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 он закончил такой перспективный умный набожные без вредных привилочек спортсмен еще то есть вы пришли профессии сексолог через свою боль через свою боль да не сначала пришла к интимной гимнастике повысила сама саму самоценность потому что я же получается почти каждый год рожала вы представляете какие гормональные изменения внутри женщины сколько у нее там мне было очень низкая самооценка я была до боли ревнивая ранимая и еще постоянно подтверждали что я не девочка и вышла замуж это было мне больно кто вас изменил по милости аллаха все изменилось но действие были с моей стороны то есть это был мой осознанный шаг меняться вы поехали учиться сначала я поехала к венеры тельжан это про интимную гимнастику это восстановилась после родов потом я сразу обучилась на инструктора потому что мне это сверху нравилось это знаете это не про озабоченность там про половой акт или там всякие штучки там это не про секс коуче ства это это про восстановление это просто вас то женских органов после родов да все верно а потом я начала все глубже и глубже углубляться потому что вот эти да самооценка повысилась до отношения лучше стали но ссор не меньше потому что были недопонимания были претензии потому что я не знала как вести правильный диалог я вела вечно через претензии то есть а почему ты вот так вот делаешь а не так а чё нельзя было вот так вот сделать и да то есть когда я вот читала и узнавала знаю бывало такого бывало такое что я думала лучшая жена это та которая мега смиренно молчит в тряпочку и просто мега удобная попробовала и так и поняла что это очень-очень саморазрушительно это у меня появились аутоиммунные заболевания после этого даже опухоль появился перед родами у нас сильно голова болела и я пошла думаю нет все таки я сниму мрт мрт снимаю не сказали удали заключение но я все-таки забыла прочитать заключение и забыла сходить к невропатологу родила благополучно потом лежу и снова голова болит страшно не пойму что это происходит шар-шар уже вечно болит такие ужасные головные боли потом вспомнила про заключение сходила к невропатологу не поток не спрашивает так а у вас есть дети куда просто у вас есть опухоль в голове то есть я еще информацию видимо еще не переварила все все хорошо да я схожу к чуде да и на мой еду и когда я осознаю чего-то она мне сказала я начала реветь плакать и в только после этого да это как миром шапалахти давай после этого я начала больше углубляться в себя работать над собой потому что я не хотел идти на операцию мы изучали там можно было касса поехать в корею через носа касса можно удалить этот опухоль мы бы страшно и по милости аллаха сейчас этого нет и безоперационным путем это было доброкачественная опухоль она рассосалась но ничего нет это психосоматика вы думаете я была не в контакте с собой я не знала что такое эмоциональный интеллект и я все в себе держала его там гасила можно сказать а это все вот так вот отразились и вы решили постоянно обучаться я пошла на терапию личную а еще знаете тогда еще модно было вот мастер-кит да с этим тоже работала тоже очень я думаю что мастер-кит стал популярен в казахстане не случайно потому что у нас нет культуры ходить психологу проблемы есть и люди все это в себе хранят боятся кому-то об этом рассказать да все что там внутри семье происходит и поэтому я думаю мастер-кит был какое-то время в казахстане очень популярным расскажите вы решили обучаться на вот прям конкретно на сексолога это в каком году это восемнадцатом году и вы поехали куда-то учиться прям за знанием меня муж не отпустил я помню я долгие переговоры вела с андреем любарским и угол я пишу когда вы можете приехать это будет очень дорого там три модуля в общей сложности он приехал я его ждала полтора года он приехал восемнадцатом году его у него обучать начало у него обучились насколько я знаю вы у вас есть высшее образование тоже ну то есть помимо шарского университета вы обучались именно сексологии где а в самарском институте и в мипе да вы тоже учились и закончила просто я лишь и думала что сексологами могут стать только врачи это у меня знаете психологическое консультирование в сексологии можно вот к вам приходит сейчас уже как к сексологу чаще всего с какими запросами ко мне приходит знаете как комбо и как психологу и как сексологу допустим потому что все вытекает из одного муж изменил а там причина следственная связь почему изменил потому что у нее нет контакта с собой нет самой ценности вот вот мужчина и женщины да вот у мы у женщины у нее приоритете там дети возможно работа дом и так далее только в конце секс половой акт а у мужчины на первом месте секс и все остальное то есть уже не сходство это не про сексизм это просто про про правду до расстановка приоритетов у каждого своя и и тут конечно же это тоже очень сильно влияет измена а почему еще изменяет потому что возможно у нее знаете там опущение органов тазового дна недержание мочи геморрой то есть многие женщины просто спокойно говорят вот у меня опущение второй степени я вот хожу многие женщины ходят с прокладками даже к сожалению не знаете и сейчас тенденция такая что эти заболевания они молодеют если раньше там только бабушки страдали этим описыванием а сейчас молодые девушки одного родили двоих родили и уже у них такие проблемы хотя это все можно остановить без операции запросто с помощью интимной гимнастики я вам сейчас одну интересную вещь скажу многие думают интимная гимнастика это про кегель там жало разжало это не это не совсем про это хотите расскажу расскажите посмотрите у нас есть мышцы диафрагмы диафрагмы интимные мышцы это мышцы антагонисты они вот так вот работают ну то есть неважно вот тут вы можете пили шить зашить там филерами запомнить или там лазером якобы омолодить если вот это вот не не работает естественно вот это вот процесса нету то вот эти вот мышцы они могут атрофироваться вообще как включить диафрагму не правильно дышать а как правильно дышать сразу научились давайте можно ручки сюда положить на ребра чуть выше еще чуть выше и теперь на вдохе раскрываете на выдохе собираете до вдох выдох и еще раз вдох выдох вот что значит интимная гимнастика значит и вот если сейчас обратите внимание у вас возможно немножко там будет уже друг другая реакция уже будет что-то вибрировать что-то теплеть то есть оживать а вот к вам приходят как сексологу в основном покрытые девчонки нет самый разный покрытые не покрытые и не только казашки интимная близость это же одна из естественных потребностей человека и ислам это не запрещает обращает насколько я знаю да в легитимных отношениях там где есть никях то есть есть брак половой акт является богу годным делом на что они получают еще вознаграждение кто мужа оба да вообще вот знаете хочется о культуре секс это не только механическое трение половых органов это больше слияние души и тела то есть транс слияние стоян уж наверно да и на самом деле это очень прекрасные чувства а с вами никто здесь не спорит почему-то из-за этого делают что-то такое неправильное нехорошее нужно понимать откуда ребенок рождается как он и как он рождается то есть оплодотворение нож просто так само по себе не происходит просто у нас в нашей ментальности как-то об этом не принято было говорить до семье ну как бы тема секса это стабло табу я это изучала я тоже так думаю везде казахта оказывается не совсем так вот то что у нас половое воспитание все-таки было интересный например например он сейчас вот а у если не зря сказано он сейчас вот а у если то есть в сексологии мальчик которому уже 12 лет он уже является полноценным мужчиной у которого все уже развито то есть ты уже можешь быть отцом да такой мысль классно же например женье то и динба да вот когда девочка только вот замуж вышла у затылки и вот делают ознакомительным и объясняют рассказывают ну то есть деньги тай вот посыл такой что она же пока ничего не знает и объясняет что как ну то есть не бояться но у нас равно тема секса ну с исламом она как будто бы не вяжется вот интересного вас почему ну это вопрос не ко мне у нас у вас вяжется да если людей триггерят хиджабы то мне просто интересно триггерит ли людей когда покрытая женщина я поняла инстаграмм до прямом эфире говорит слово секс ну если честно вот эти вот слова я часто слышала раньше алина почему-то вот хиджабе и говоришь про секс тебе не стыдно и вырублен это то же самое гастроэнтеролог будет говорить про желудок там стоматолог говорит про зубы но это же тоже процесс какой-то ну то есть это же ведь эротизирует те у кого есть напряженные отношения к этому а у нас в нашем обществе очень много людей у кого есть девиации в это я не отклонение в этой сфере это действительно так знаете почему потому что вот я вела такую статистику каждая третья женщина казахстане в детстве была подвержена сексуальному насилию и это носили не просто там возможно ее не изнасиловали но было сексуальное домогательство и когда ребенок понимаю что с не что-то неправильно сделали я уже не то я уже не очень и вот на этом фоне во взрослой жизни вытекают другие проблемы это опять-таки непринятие органов этого первого вторых анаргазмия когда женщина ничего не чувствует ну то есть для нее это фу да и каждый раз после полового акта у нее там какие-то проблемы случаются внизу это опять-таки все связано вот так вот двадцатом году я в инстаграме написала про это в день по тысячу писем приходили как там все со всеми подробностями что было как было но к сожалению я мое мнение мое личное мнение это все происходит потому что нет грамотного полового воспитания женщины писали про насилие и самое интересное они никому не говорили об этом знаете почему почему не думали если скажу то меня саму поругают они почему не присутить если ребенок спрашивают отказать да мама вот так как дети рождаются бревать от а деда меня узнанчик там дали там арбуз съела и боссом думаете или там начинают мешкаться смеяться смущаться а как вы думаете потом ребенок который был подвержен сексуальному насилию он сможет мне как мама знаешь вот кто-то какой-то дяденька вот так вот там вот сосед вот домогался до меня она не она или он не могут сказать уже потому что для мамы эта тема того а ребенок он айталмай потому что нет коннекта алин когда вы прошли все свои курсы обучились в миппе в институте до сих пор обучаясь ваше отношение супруга улучшились да и знаете мы стали намного зрели то есть зрелыми мы начали проговаривать свои эмоции чувства это крайне важно что вы поняли для себя в чем была причина вот скажем ваших конфликтов вашего недопонимания ну во первых было непринятие себя это то есть у меня у самой непринятие себя и вот это вот на тему свой дефицит я брала и вот этот чтобы заполнить дефицит я не сама заполняла а кем-то у кого-то паразитарным образом брала то есть мужа у кого-то подала в жертвенное состояние вот и там ты виновата виновата только не я и к сожалению таких женщин очень много которые не понимают что ты сама у себя есть она брена хамбрида отношения с вашей свекрови тоже очень намного лучше сейчас она со мной ближе чем со своими дочками да и у нас я за поняла тоже до своей ошибки да потому что знаете почему потому что я научилась наконец-таки выстраивать границы обозначивать и говорить свои эмоции вот чтобы я пожелала всем девочкам девочки джан даром знаете что вы есть сами у себя это во первых во вторых развивайте свой эмоциональный интеллект когда у нас эмоциональный интеллект не развит сожалению думать что такое вот блин вот не смогла вот тогда почему тогда бы не додумалась сказать вроде бы диалог прошел а потом думаешь блин нужно было вот так вот ответить люди не разговаривают просто до друг с другом не слышать не разговаривают и не говорят где они обижаются что им не нравится да да смотрите насчет обид это другая тема то что не нравится это нужно проговаривать что им такой прям водный момент расскажу любые эмоции на они идут чтобы выйти допустим а шестилетняя девочка нам так и говорит мамочка сейчас очень тревожно я немножко я испугалась типсуре дня не она проживает свои эмоции говорит о них а мы чего делаем мы метаем злимся орем да и они проживаем свои эмоции не экологичным путем а когда мы даем значимость я не да я сейчас подсвечиваем свои эмоции да то есть включаем внутреннего наблюдателя чтобы что мы испытываем да и говорят же вы психологи говорите да что даже там в конфликте нужно говорить мне неприятно мне было больно от себя жило до от себя вы смотрите даже вот в диалоге с мужем ну допустим если муж начинает там где-то как-то допустим говорит так как вам не нравится я без недели мы сразу в смысле отчета ты имеешь ввиду что ты имел ввиду текен-секеля да у меня есть такой этот просто такой небольшой марафон дать-то диалог текен где можно сказать любимый тэта ты на меня нападаешь это то же самое один и тот же месседж но там уже немножко послаще и вкуснее и и там уже не взгляд войны стоит ты чё депутру месседа любим ты на меня нападаешь потому что мне тревожно когда-то со мной так разговариваешь и они вот это вот сладкоречие кстати вы с нами сладкоречие красноречие называют тоже один одним из видов одним из разрешенных вида магий си манипуляции я бы сказала чем ругаться лучше использовать регрессивную психологию структуру слов может поменять классно же классно я думаю это помогает это очень но это не так что постоянными женщина на на цыпочках вот так вот должна как-то вот так выстраивать нет женщина должна быть своем состоянии в женском состоянии мужчинам в исламе недостаточно одной женщины насчет полигами я вам так скажу коране до разрешено там говорится лучшее для вас иметь одну то есть там обозначены обозначена пропали гамма с мужчин но разрешено иметь четырех но желательно иметь одну да да и эндокараз вот какая женщина нужна мужчине то которая не нуждается в его внимание в его то есть она у него не выпрашивает потому что на самом деле женщина она есть воплощение чувства любви это она вот комок эмоции она должна она энергия генерировать да а какой мужчина любит женщину то есть какая женщина может влюбить себя мужчину то которая нуждается в его защите кандай вот если женщина будет мужчине видеть его вот мужское начало его уважать до уважать его значимость вот он же мужчина ну на самом деле мужчину он не газе то биха танку сильный он завоевателем воин царю повелитель если женщина будет смотреть на своему мужчину вот таким взглядом то у него будет желание тоже беречь ее потому что он будет подпитываться этим состоянием но при этом она может работать конечно делать карьеру до заниматься наукой запросто до развиваться то есть и так что она просто вот его причиндал и все и рождет на кухне да нет это не про это развивайся девочки развивайтесь в четырех направлениях первое это духовное направление ну вот каждый сам знает как у духовно развиваться второе это физически психологически и четвертое это финансово это крайне важно мы живем в светском государстве да и не только поэтому просто но почему-то многие думают что женщина в исламе она как правило не про работу не знаете в исламе вообще права женщины очень сильно приполнят и например мои деньги это мои деньги это в исламе прям реально так сказано а вот его деньги это наши деньги вот что мне кажется во всех нормальных семьях так в любом государстве да она не обязана из своих средств там содержать дом семью и так далее но мне кажется что наши казахстанские женщины они вот как раз этой ролью справляются просто идеально да потому что наши женщины и работают и рожают детей да и при этом успевают и с мужем быть нормальных отношениях и с его роднёй до выстраивать в этом смысле кажется как будто бы вот у нас все хорошо но при этом часто за вот этой идеальной инстаграмной картинкой на самом деле вы точно знаете что просто происходит в реальности когда знаете вот ролевые моменты меняются когда женщина превращается в мужика когда мужик превращается в женщину сожалению снадай дисфункция ларпайда вулат но это правда это реалии жизни и знаете вот сейчас спрашивают а почему вот женщина должна меняться у меня ответ тебя же не устраивает тебя же не устраивает что может такое там это вот так ну значит меня там что вы по себе знали да как только вы изменились да вы могли развестись сказать ссоре и пойти своей дорогой да но вы изменились вы поменяли свое отношение и ваш супруг тоже изменился да или про это же говорит сам аллах говорит я не поменяю ваше положение до тех пор пока вы сами не изменитесь они арикет поздент мы сами должны и кстати многие женщины вот эти мои слова воспринимаю найти как нужно еще больше стать удобнее нет это не про это развивайся просто поверьте на слово развивайте свой эмоциональный интеллект это вам поможет выстраивать свои границы вести адекватный диалог не токсичным образом а вот адекватным образом это действительно меняет по сути это понимаю алин правильно что вы спасаете семьи от развода нет не скажу что спасаю помогаю женщинам понять себя найти себя да нет но не всегда некоторые семьи разводятся допустим когда женщина понимает что она живет допустим с тираном который вечную избивает очень токсичные отношения женщины понимают что так пребывать нельзя неважно что люди скажут нужно спасать свое состояние потому что были же вот эти вот смертные случаи когда муж избил до смерти вы принимаете только женщин да я работаю иногда приходят семейные пары семьями да без муж и жена а приходят семейные пары которые говорят вот у нас проблема и мы решили нам нужно токал сейчас дайте подумаю был такой кейс что женщина пришла сама она говорит я наверное этот мне короче очень больно но муж хочет жениться на другой я не знаю что делать а потом при разговоре выясняйте что она месяцами у нее близости нет с мужем спрошу почему она будет мне больно я не хочу у меня там сухо и урота проверялась у гинеколога как мне все нормально а то есть причина для опущения есть многое да там второй степей то есть наша женщина получается сами часто могут быть причиной собственного разрушения да не ходит гинекологу не восстанавливается после родов да вообще желательно же там вот родила ребенка вот я в угоду интересного и скажу немножко хотя бы восстановиться больше всего часы вспомнила ко мне обращается знаете с чем алинах она мне больно во время полового акта я не хочу близости я жду пока муж уснет чтобы вот лишь бы меня не трогал а потом обижаются что вот они там этот налево уйдут там узнаю токал хотят а если ваш супруг предложит вам чтобы вот вашей семье вы же живете все таки по канонам ислама до появилась еще одна женщина вы бы согласились интересную вопрос мы обсуждали эту тему по чьей инициативе его или ваша моей инициативе потому что как психолог мы когда с ним вели диалог у него то гешталь не закрылся он же все таки не женился на девственнице я ему сказала слушай если ты у тебя какие-то вот вот такие мысли мысли или желания потребность но для меня это не окей потому что я все понимаю и я понимаю что я также не помру у меня жизнь будет дальше продолжается с новым опытом проблемами то есть уже без меня ну если вдруг у него такие вот потребности будут но пока таких потребностей нет ну ваш супруг что сказал сказал знаешь говорит алина вот здесь роуз ростит вот как я после роуз рост сяду на другую обычную машину ты роуз ростит вот так вот молодец тоже прокачанный парень да очень умный алина вы помните когда вы вышли первый раз в инстаграм в платке и начали говорить о сексе был хейт очень нам было много и каком году это было знаете это когда вышла статья в норке z сексолог в хиджабе говорить про говорить про оргазмы тебе а вы реально говорили про оргазмы я говорила про аноргазмию когда не было оргазма да и как вы пережили этот хейт вы знаете очень остро среагировал мой отец он говорит он вообще сказал вообще меня и свою фамилию не позорь меня на полтора года не общались не говорил это вообще не подобает женщины так делать это чё за вообще я создаю ты вообще про что говоришь игры папа я про правду говорю ну то есть нормально говорит там закрытых помещениях не так что вот прям на весь мир зачем так тип там я прожила свою сепарацию с отцом то есть я выставила свое это тяжело было тяжело было знаете когда когда папа со мной не разговаривала пса вот видел в упор смотрит и не здороваются вот это было больно было обидно но аль-хамду-лях после полтора года мы с ним подружились сейчас он меня это очень сильно поддерживает а ваша свекровь когда вы о ней говорите рассказывать все такие интимные подробности до что вот она вас бурила она не обижается она не обижается потому что она очень уважает наш опыт и так как она уже не такая и это уже ее не задевает потому что а как она стала другой вы знаете она очень женщина с интересом она влюбленная в жизнь она всегда развивается учиться ходит на разные тренинги на классную она тоже прокачано как в общем она не обижается нет она не обижается конечно бывает такой я не предупреждаю мамочка сегодня я это очень такие острые программы буду писать потом это если что не обижайся ладно зато знаешь сколько будет этот продаж это на самом деле такой лайфхак как вы выстраивать отношения со свекровью однажды был такой момент мне нишка говорит суши алина был такой конфликт вот как я с этого вышла а у меня лишь показать властная женщина которая сама по милости аллаха подняла своих детей обучила еще дети такие все умные поступали все на гранты там добивались хотя и найти как она когда она развелась она поехала она вот на базаре работала дети пакеты продавали то есть ну вот тяжелое было детство вот она такая мощная женщина не всегда было страшно ну то есть это боялась и несчестно потом как-то мне гаталин то есть там звезда ты сама себе звезда вот когда гости приходят домой и келесен и нажатажа обслуживает гостей на гостей вот почему твоя бы сынка когда она гостей зовет ты к ней на помощь не приходишь я его не слушала говорим давайте вот поговорим а вот когда вот если она деньги гостей зовет она их ради меня зовет нет у нее есть маленькие дети которые нуждаются в заботе нет так на самом деле вот это вот помощь и забота мне нужно я конечно буду приходить только тогда когда я смогу приходить они так что вот не надо надо те потому что улайв на мать ма то есть когда мы проговариваем свои вот эти вот реальные желанию после этого у нас не начали выстраиваются искренние отношения это я называю говорить и быть в правде ну это реально круто это тяжело может быть неприятно в начале да но зато так легче на долгосрочные отношения и тару это лучше чем вы вот так вот в краткосрочном состоянии собрете там утрек улыбнетесь и где-то так вот большинство живут да вот так вот золотой очень сложив все улыбаются мило да потом а потом думать блин лишь бы не пришла ну такой момент сказал маму вот смотри ты хочешь чтобы я тебя прямо от души и встречала килингизи пожалуйста этот не рассказывая каком-то этот плохо потому что мне неприятно выслушивать там окон то но она такая классная такая мировая женщина у вас шестеро детей из них трое девочки они будут покрываться я кстати спрашивала у старшей дочки а ты будешь покрываться будет ну да вот когда школу закончу покройсь это ваше желание или нет это ее среда или что это конечно я как родитель как практикующему как практикующая мусульманка я бы хотела бы чтобы мои дочки тоже были набожные но вот это вот найти любовь к исламу и вот этот иман он не от человека идет это от всевышнего и со своей стороны я могу только делать дуга просить всевышнего и просто располагать ее к этому и все но если вот одна из ваших дочерей скажет маме я не буду покрываться я хочу быть на сцене я хочу петь я хочу там не знаю блистать да вы будете против конечно я свои убеждения и буду говорить ну в любом случае я буду принимать ее такой как она есть со всеми ее за и против почему потому что даже были пророки чьи дети не уверовали то есть кто я по сравнению с этим не они же могут быть верующими да видите я на себя вот я пример верующий человек вы больше все-таки религиозный человек да потому что вы соблюдаете все каноны ислама я вот у меня вера в бога она есть но она моем сердце и из там всех канонов я отморозу держу и там садака беремен да но у меня нет там пятикратного намаза да но я верю в бога так как я не религиозный догмат просто скажу от себя все мы люди без пендемис никто из нас не идеален никто просто намаз на это знаете как намаз это просто диалог с богом вот например мне очень приятно с разговаривать меняемся обмениваемся энергии разговариваем беседы а когда я читаю намаз я беседую со всевышним и там в основном слова благодарности о всевышнюю владыка всех миров и это классно да это классно когда у человека есть остановка когда ты можешь остановиться как медитация до остановиться и вообще понять куда ты идешь чем ты идешь посоветоваться быть в контакте с богом да там где например в этих ассуре есть не все сделать где не сделай меня из числа заблудших и не сделай меня из числа проклятых ну вот то есть я на я надеюсь на твою милость и мы все мы люди все мы грешные и они он даже если он пятикратный намаз читает у идеально адам деген уйжок потому что даже есть такой хадис кажется или история один человек приходит пророку мухаммаду говорит вот вот есть такой человек у намаз читает у на разум у разу удержит вообще он дикет перед ним шикарный классный и пророк мухаммад саусалям спрашивает а вот ты с ним алшуга шахтымба он говорит нет торговлю вели нет сложной ситуации он тебе помогал нет тогда берегись его почему здесь потому что намаз читает тому разу держит он сам для себя перед аллахом причем тут ты лучшие из нас те которые то убеете да которые каются но это не так что вот вот там нагрешил пошел покаялся нагрешил пошел покаялся и есть но и самое главное мне кажется это нет да нет в мире не самое главное это чистое намерение и чтобы это все было от души а не потому что это там новый тренд да или потому что это как-то спасает твою репутацию или потому что ты хочешь быть частью какой-то ум и ну быть частью какой-то ум это классно покрыться только ради того чтобы быть частью ум и но не быть ближе к богу я думаю что это странно мы не можем знать что мы можем рассуждать да никто не осуждает и мой пост был не про осуждение друзья мой мой пост был про вопросы плюс я как журналист естественно я всегда владею большей информации чем обычные люди потому что мы журналисты такие мы все время копаем узнаем со всеми общаемся да с нами опасно общаться потому что мы раскопаем какую-нибудь информацию да естественно был вопрос и этот вопрос если этот пост за триггерил то значит это волнует да и то что даже вы говорите когда вы вышли в инстаграм сексолог в хиджабе это тоже взорвало интернет что аж полтора года вы с папой не общались это же триггер на самом деле да это вот у многих боль просто для многих секс это что-то такое неприемлемое как будто они у них дети сами по себе рождаются просто нельзя к этому относиться очень напряженно это же естественный процесс а насчет вопроса вашего насчет казак и казак и на каштаке но мне очень самой нравится просто мне кажется на рынке очень мало одежды которые пропагандируют нашу национальную одежду смотрите вообще вопрос носили ли казашки хиджаб он такой неоднозначный да кто-то говорит носили многие уверяют что не носили да мы смотрим фотографии или там читаем историю и видим что до бабушки были в кемещеках да девушки выходили замуж в саукеле девчонки подростки бегали стакья на голове да но при этом вот мы я просто произвожу же одежду камзолы все были приталенные до платья были тоже приталенные то есть это не было черное покрытие которое к сожалению часто мы видим вот вы сами в черным хиджабом как относитесь абсолютно безразлично то есть я могу и надеть и не надевать то есть если женщина в черные абайки идет у меня это не пугает а если это не как когда видно только разрез глаз я не могу это порицать потому что есть разные течения разные школы у кого-то это правильно у кто-то говорит нет можно лицо открывать то есть я к этому никак не могу не носиться не негативными позитивным не без разницы но вы чувствуете что вот вам покрытой женщине тяжело за здание нет абсолютно что вот ваши права ущемляют нет абсолютно это не так наоборот и чувствую знаете какую-то лишь когда вот допустим гаишники останавливают никто там не стоит атаку там ну не клеится да и как это правильно сказать с таким знаете с почтением с уважением относятся это приятно это знаете это не просто как бы это там покрывала какой-то да это вот как бы за счетом антия моя да вот это вот мой шлейф а что вы думаете по поводу того когда женщина покрывается не потому что сама очень сильно этого хочет а потому что мужчина попросил попросил или заставил заставил но она в любом случае снимет это это ненадолго да да почему но если вдруг там это же грех чего если снять потом этот хиджаб одевать и вечно чувствовать и злиться на этот тоже грех нет ну конечно быть покрытой ну в мою ну вот моих мыслях минуем да это круто это классно но есть и женщина заставляет мне ее воли иначе там я с тобой разведусь иначе ты там это типа татам буса я как психолог к этому немножко я не поддерживает такое то есть человек должен приходить к исламу к покрытию по любви по вере да а если вот муж не может жить с такой женщиной пусть она разводится в чем проблем и пусть находит себе такую по интересам алина спасибо вам большое за интервью спасибо что согласились пришли рассказали свою личную историю поделились своими мыслями да и мне кажется что вот культура обращаться к психологам сексологом до когда у тебя брак рушится или когда у тебя проблемы это культура у нас только прививается и слава богу да потому что таким образом мне кажется что вы как будто бы спасаете браки ну слово спасать не совсем подходит потому что больше помогаю с дозволением аллаха или просвещаю продолжайте это делать и друзьям и подпишитесь на алину я думаю что если есть у вас к ним вопросы вы можете всегда записаться на консультацию можно же на можно спасибо спасибо большое